Бойцы студенческих отрядов на круглосуточной вахте. 65 ребят из Чувашии отработали зимнюю смену на российских железных дорогах. Что было интересного и чем запомнились маршруты, узнавала Юлия Важенина. Посадить пассажиров, прибрать вагон, раздать белье, наладить температурный режим, а еще вовремя растопить котел и очистить подвагонное оборудование от снега и льда. Так выглядит обычный рабочий день проводника железной дороги. В этом году 700 бойцов российских студенческих отрядов отработали проводниками в зимнюю смену. В их числе 20 студентов из Чувашии. Почти месяц бойцы обслуживали поезда дальнего следования. Для меня это была первая зимняя целина. До этого я отработала летом. Мне очень понравилось. Я подумала, почему бы не провести свои новогодние каникулы на железной дороге. Самое сложное было работать без выходных. Студенческие сервисные отряды – тоже популярное направление у бойцов. В этом году в составе республиканского студенческого сервисного отряда отработало 44 человека. Они работали в Крыму в гостиничном комплексе «Ялта-интурист». Работали поварами, официантами, кухонными работниками, горничными. Направление такое популярное, потому что студенты работают по своим специальностям. Например, Диана Бараматова учится на технолога общепита. А в Ялте работала поваром кондитерского цеха. Научилась делать много новых десертов. Пекли булочки, делали пирожные, тортики. Мне это очень нравится. Если будет возможность, я обязательно поеду еще раз. Привлекает студентов и возможность подзаработать. В зимние дни работы побольше и зарплаты, соответственно, побольше. Я третий раз уже ездил. Мне там очень понравилось. Я бы хотел еще вернуться. Там прекрасный коллектив, хорошая атмосфера. И много работы, которая меня ждет. Команда проводников и сервисный отряд – далеко не единственное направление работы на зимней цельне. Буквально неделю назад наши студенты уехали работать в Воронежскую область в составе Всероссийского студенческого сельскохозяйственного отряда «Зверополис». Они уже приступили к работе и шлют нам привет. Привет, чуваши! С вами студенческий ветеринарный отряд «Зверополис». Мы в Воронежской области в составе Всероссийского студенческого сельскохозяйственного отряда «Обоск». Здесь будем проходить сорену в течение двух месяцев в качестве помощников ветеринарного врача и зодельника. Сейчас бойцы РСО активно готовятся к своему празднику. 17 февраля – День российских студенческих отрядов. Уже с начала следующего месяца во всех штабах трудовых отрядов республики начнут работу фотовыставки. Второй год подряд в столице Чувашии пройдет бал РСО. 18 февраля в торжественной обстановке будут честовать лучших бойцов, вручать свидетельства стипендиатам, да и просто отдыхать. Дальняя дорога, дальняя дорога. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика.